Для начала немного о себе. Меня зовут Влад Сидоренко, я с недавних пор Senior Software Engineer на проекте RetailMeNot. Такое краткое интро. Уже после того, как я утвердил тему, я понял, что на самом деле название не совсем корректное, и правильно было бы назвать его Internals of C-Python Memory, потому что тут мы будем обсуждать и вникать именно в C-Python имплементацию, поэтому если кого-то ввел в заблуждение, прошу прощения. Собственно говоря, какая вообще адженда, что мы будем обсуждать? Такое краткий интердакшн немного о том, чем хип отличается от стека, но это мы затронем буквально краешком. Дальше мы попробуем понять, почему, собственно говоря, число 5 требует 28 байт в памяти для того, чтобы разместиться. Дальше рассмотрим структуру разных объектов в Python, именно то, как они представлены на нижнем уровне. Затронем Garbage Collection, и если останется время, то, собственно говоря, то, ради чего я затевал этот деклад, рассмотрим вообще принципы аллокации памяти. То есть у нас нижний уровень и вот совсем нижний-нижний уровень. Для этого доклада понадобится небольшое знание C, поэтому я постараюсь объяснить какие-то основные концепции, если вдруг кому-то непонятно. И, в общем-то, именно сам Python как язык мы будем затрагивать буквально краешком. Так что в результате этого доклада вы, скорее всего, не начнете сразу что-то использовать у себя там в продакшене и так далее, просто будет более глубокое понимание того, как оно работает, потому что лично я сторонник подхода, зная свой инструмент. Собственно говоря, начнем. Первое. Когда процессу выделяется память, выделяется хип и выделяется стек. В чем принципиальное отличие? Хип используется для динамической памяти, в общем-то, памяти, которая была выделена динамически, а стек для памяти, которая выделена статически. Звучит, конечно, непонятно, но что нужно знать для этого доклада? Все объекты в Python размещены в хипе. То есть Python использует приватный хип, и учитывая, что Python очень динамический язык, назовем его так, то стек почти не используется. Поэтому все следующие слайды будут относиться именно к хип-памяти. Собственно говоря, вы никогда не задавались вопросом, почему для того, чтобы сохранить число 5, нужно 28 байт? Сразу говорю, что тесты проводились на Python 3.5.2 и на 64-разрядной системе. То есть откуда вообще берется 28? Или, что, в общем-то, намного более важно, почему абсолютно ничего занимает 16? Python изначально не задумывался как какой-то язык системного программирования или какой-то очень высокоэффективный язык в плане потребления памяти, но, тем не менее, в 16 байт в никуда – это как-то перебор. Поэтому давайте попробуем, собственно говоря, разобраться. Я буду смотреть именно в реализацию интерпретатора, и то, с чего начинается вообще что угодно в Python, это штука, которая называется PyObject. Это структура. Для тех, кто не особо знаком с C или не писал C, это что-то вроде, наверное, NamedTabler. Что тут есть? То есть тут есть PyObject.HatExtra, который, по сути, используется для дебаггинга, и в той версии Python, которую используем мы, его размер равен нулю. То есть это фактически ничего. Используется такая переменная, как OprepCount, которая имеет тип P as size T, и которая занимает 8 байт. И используется структура TypeObject. Это указатель. Опять-таки, если кто-то работал C, если кого-то обижает, что я буду объяснять, что такое указатели, пожалуйста, не обижайтесь, просто хочу, чтобы мы все были on the same page. Значит, указатель хранит в себе ссылку на адрес. То есть, по сути, он хранит в себе адрес. На 64-разрядной системе он тоже, по сути, занимает 8 байт. Внизу комментарии из исходника Python, и на самом деле его будет довольно много, ну, подобных комментариев. Что тут говорится? То есть ничего не объявлено как PyObject, но любой, абсолютно любой указатель Python объекта может быть приведен к типу PyObject. То есть в C, C не объектно ориентированный, в нем нету наследования, но они его сделали таким образом. То есть в корне абсолютно всего лежит PyObject. Это нужно запомнить. Дальше еще немного комментариев. Объекты всегда... Доступ к объектам всегда получается через указатели типа PyObject. То есть, по сути, это базовый класс, и это структура, которая содержит только reference count, об этом я расскажу немножко позже, и тип указателя. То есть реальная память, которая выделена для этого объекта, может быть доступна только после приведения указателя к какому-то типу... Ну, например, к типу int, который внутри интерпретатора, или к типу какого-либо объекта. В общем-то, дальше ничего интересного. Перейдем к картинкам. Сразу говорю, я слишком ленивый, поэтому картинки я взял из других презентаций. Я не добавил ссылку, но все эти презентации есть в конце в списке полезных ссылочек. Картинки всегда намного удобнее воспринимать, поэтому структура объекта. У нас есть reference count, есть pointer к типу. То есть это все by object head. И дальше у нас идут какие-то object-specific филды. То есть, например, вот для листа у нас есть ref count, у нас есть тип, и внизу уже содержится все настоящий лист. Назовем это так. Я немножко пропустил момент, что такое указатель на тип. В питоне есть такая штука, как type object. И, по сути, type object задает ссылки на все специфические методы для этого типа. Это все, что нужно знать, то есть это ссылка на какой-то type объект, для того, чтобы мы понимали, как делать какие-то базовые операции с этим типом. Рассмотрим более подробно. Например, структура int-объект. Почему-то, точнее, не почему-то, в cPython'е он называется long object. И задан он вот таким образом. PyObject varhead и digit op digit 1. PyObject varhead — это относительно новая штука. Внизу она описана. То есть это PyObject, то есть стандартный график каунт и ссылка на тип, плюс размер объекта. Возникает резонный вопрос, почему не засунуть это сразу в PyObject? Учитывая, что PyObject используется не только для тех типов, к которым мы имеем доступ с высокого уровня в Python, а и для внутренних типов интерпретатора, то не для всех них нужен вот этот вот size. Поэтому все типы, к которым мы имеем доступ с высокого уровня, наследуются, неправильное слово в отношении c, но наследуются от PyVarOrd. Поэтому long object — это PyObject varhead. И дальше это массив структуры digit. В общем, тут идет инспецифическая штука, просто нужно знать, что инт хранится как последовательность разряда. Это делается для оптимизации и так далее, но это поможет нам понять, почему инт занимает так много. То есть структура инт объекта. Картинки. Люблю картинки. Это PyObject head, refCounter type. Это длина массива, то есть это то, что было раньше в opsize. И это массив, который там описан. Это помогает нам ответить на вопрос, почему инт весит 28 байт, если я не ошибаюсь. То есть это получается там 8, тут тоже хранится какое-то PSST тоже 8, то есть это уже 24. И оставшиеся 4 тоже уходят. Занимательные факторы. Для начала, может, у кого-то есть какие-то вопросы, потому что я так лечу. Какие-то вещи могут быть не совсем понятны. Вопросов нет? Отлично. Работаем дальше. Интересный факт. Если, что важно заметить, тут это выполняется в репле. x присвоит 5, y присвоит 5. Функция id возвращает позицию этого объекта в памяти. То есть это то же самое, что написать там x is y. И для 5 это возвращает true. Казалось бы, если мы напишем любой другой инт, оно тоже должно выдавать true. Но нет. Если x присвоит 350, y присвоит 350, то их айдишки будут разные. То есть, по сути, это будут разные объекты. Почему? Ах да. Еще, скажем так, самое головоломное, то, что на самом деле меня удивило, когда я готовился к докладу, если абсолютно то же самое x 350, y 350, x is y, для инта это то же самое, что id x равно id y. Если вывести это в файл и запустить файл, он выдаст true. У кого есть какие теории по этому поводу? Занимательная теория. Ну, вообще, напомню, при генерации байт-кода однаковое число просто для обоих изменений лишается. Да, это отвечает абсолютно верно, это отвечает на один из вопросов. Почему вот тут это false, а вот тут это true? да, действительно, когда мы выносим это в файл, и Python имеет возможность, то есть оценить там scope и вот в каком-то scope заменить какие-то константы, он это делает и оптимизирует. По поводу того, почему 5 это true, а 350 это false. внутри Python кэширует intы. То есть, как только запускается Python, там уже создаются все числа от минус 5 до 255. Почему так? Просто потому что, то есть, очевидно, эти числа слишком часто использовались еще вот при инициализации Python программы, назовем это так, поэтому их решили создать заранее, чтобы потом не тратить время и не создавать отдельные объекты для каждого из них. Это просто такой интересный факт. То, о чем мы раньше говорили, то есть, структура inta и так далее, мы говорили о структуре иммутабельного объекта. Сейчас мы поговорим немного о структуре иммутабельного объекта, но тут тоже есть оговорочка, я потом об этом скажу. Скажем так, мы будем рассматривать, предположим, лист. В лист объект добавляется такая штука, как pyjshat. То есть, это какой, ну, как мы видим, это такой знатный overhead, он весит 24 байта, и получается, когда мы создаем пустой список, 40 байт у нас уже ушло в никуда. что на самом деле, когда мы создаем много списков, довольно-таки ощутим. Что это такое за зверь? Вот тут вот можно увидеть, как это объявлено на уровне C, то есть, это такой union. Все, что нужно знать в рамках этого доклада про union, это то, что у него размер самого большого его участника, назовем так. Это объясняет, почему тут даме, объясню чуть дальше. То есть, у него есть ссылка на следующий GC-хед, предыдущий GC-хед, есть количество garbage collector ссылок, то есть, я не объяснил, а GC в данном контексте означает garbage collection, и это тоже, этому посвящена следующая часть доклада. То есть, это занимает 24 байта, а зачем тут этот даме? Потому что, как бы так, побыстрее объяснить, в общем, данные в памяти выровнены по границам байта. И, например, учитывая, что данная структура может быть частью какого-то там дабла, и это flow type арифметика вот на самом низком уровне, там побитого все, то если мы сдвинем начало на один бит, то у нас потом будут большие проблемы. Поэтому, собственно говоря, тут мы занимаем 24 байта. Это получается все очень ровно выровнено, и у нас не возникает проблем в сайте. Более подробно можно почитать, если кому интересно, я скину email-рассылку с Python Dev. Там это объяснено, по-моему, в году, это в 2004. Как увидеть размер PyJC-H? Возможно, вы знаете функции функции sys getSizeOf. То есть, и кроме того, у каждого объекта есть магический метод тоже sizeOf. Теоретически, они должны выдавать одно и то же. Как бы, это подсказывает логика, когда ты смотришь на его название. На самом деле, все не совсем так. GetSizeOf выдает размер объекта с PyJC-Hat. То есть, он его включает. SizeOf выдает размер объекта без этого PyJC-Hat. То есть, тут мы можем видеть, что размер PyJC-Hat это 24 байта. В общем-то, тут все говорилось про PyJC, PyJC, нужно немножко рассказать об этом подробнее. Может, у кого-то есть какие-то вопросы? Нет? Хорошо. Есть два варианта. Или вы ничего не поняли, или... Ладно, я... Скорее всего, вы ничего не поняли. Garbage Collection. Что это такое? Например, в языке C, когда вы выделяете память, когда вы создаете какой-то объект, вам нужно потом вручную удалить память, которую он занял. Это неудобно. Это то есть вы можете забыть это сделать, возникает очень много проблем, течет память и так далее и тому подобное. Garbage Collector делает это за вас. То есть вы выделяете объекты, он сам за вами почищает все и так далее. У него есть минус, он замедляет работу программы, но делает разработку намного удобнее, что, в общем-то, является, наверное, одним из самых больших плюсов Python, то, что на нем удобно разрабатывать. В Python используются два типа Garbage Collection. Раньше мы видели такую штуку, RefCount, то есть абсолютно каждый объект хранит в себе вот эту переменную об RefCount. Что это вообще значит? Предположим, мы создаем число 300, заметьте, оно меньше, точнее говоря, больше 255, ну, мало ли. И после этого х присвоит 300 и у присвоит 300. Мы можем подумать, что это разные объекты, но на самом деле единственное, что у нас создается, это reference. То есть вот это вот, когда мы обращаемся к х, мы знаем, что нам нужно пойти вот к этому объекту 300, и когда мы обращаемся к Y, тоже знаем, что нам нужно пойти к вот этому объекту. То есть по сути они указывают на один и тот же объект. И количество референсов это то, сколько вот подобных переменных объектов связаны с этим объектом. То есть например, в данной системе у числа 300 reference count 2. Дальше. Когда мы делаем DEL, мы не удаляем объект. То есть на самом деле с этим связана очень тонкая грань с использованием DEL, и поэтому очень многие руководства говорят, не используйте DEL, это все будет сделано за вас и так далее и тому подобное. Поэтому объект не удаляется, потому что как минимум на него еще ссылается Y. И теперь у числа, у объекта числа 300 refcount 1. Собственно говоря, какие у него есть плюсы? Его легко реализовывать, то есть это просто одна переменная, которая плюсик, минусик, плюс-минус, и когда она достигает нуля, то есть если бы тут мы еще сделали DEL, Y, мы бы удалили объект числа 300. То есть память, которую мы выделяли на него, была бы освобождена. и потом если бы мы где-то дальше в программе написали снова X присвоить 300, он бы создавался заново. То есть когда refcount 0, объекты немедленно удаляются. Какие минусы? Как вы видите, список минусов намного больше. То есть минусы это space overhead, потому что каждый объект должен содержать reference count, а это между прочим 8 байт. и учитывая общее количество объектов, это вылазит в довольно неприятную цифру. Execution overhead, то есть нам нужно при каждом присваивании или при каждом удалении изменять этот reference count и так далее. То есть это дополнительная операция. В общем reference count не поток безопасный. То есть если два потока одновременно изменили refcount одного и того же объекта, то могут возникнуть проблемы. И барабанная дробь, циклические ссылки. Это то, я пытался найти максимально страшный хэллоуинский шрифт, поэтому майм отожимайм. В общем-то в чем заключается проблема циклических ссылок. Предположим у нас есть какой-то класс ноут, который имеет ссылку на следующий объект. То есть это какой-то связанный список и там у нас есть root. Дальше мы создаем root left right и получается говорим, что у рута следующий это left. То есть по сути у рута reference count один, потому что у нас есть вот это название, назовем это так. Есть объект left. мы говорим что у него next это right и мы говорим что объект right следующий объект left у нас возникает вот такая вот ситуация что left показывает на right right показывает на left то есть у left ref count 3 потому что на него ссылается root на него ссылается right и кроме того на него ссылается его название у right ref count 2 потому что на него ссылается left и его название в общем-то проблема предположим мы хотим зачистить это все мы делаем del root del node 1 del node 2 здравый смысл подсказывает нам что если мы явно вызвали del то в памяти его больше быть не должно в общем-то здравый смысл нас обманывает потому что у root root удаляется действительно но у left и right ref count остается один потому что хоть и ссылки на них удалены вот именно название left и right но они ссылаются друг на друга поэтому мы не можем их удалить и на самом деле с стратегией вообще ref count они будут висеть вечно потому что больше на них никаких ссылок нет мы на них вообще никак выйти не сможем больше и они будут где-то в памяти до бесконечности висеть и тут на память нам приходит вторая стратегия которую использует python то есть по сути в нем два горбочка лектора очень грубо сказано но возможно эта стратегия называется mark and sweep подобный garbage collector на самом деле есть довольно много типов но он относится к классу tracing garbage collector и из названия можно догадаться что у него есть два основных шага это mark и это sweep неожиданно что он делает у него есть определенный рут то есть он от этого рута проходится по всем объектам смотрит на какие скажем так какие есть ссылки он проходит по всем связям которые связаны с рутом он строит такой себе грамм и помечает он говорит что окей на вот эти объекты у нас есть ссылки и мы можем достичь их из рута поэтому нам их не нужно удалять и вот тут например вот есть какой-то объект который не удалился я не знаю может у него ссылка сам на себя вот есть объект который указывает на другой объект но на него уже никто не указывает и мы их не отмечаем на этапе mark поэтому они не отмечены и мы их удаляем возникает вопрос откуда вообще берется gc root все объекты которые подвержены garbage collection хранятся в списке в общем большом то есть внизу они все хранятся в одной структуре поэтому мы можем там довольно сложный алгоритм и он выходит за рамки данного доклада но мы проходимся по вот этому списку вообще массиву и помечаем вы думаете это все? вы думаете это все подходы которые использует python? нет может быть у кого-то есть какие-то вопросы у меня есть когда самый спрацовывает garbage collector хороший вопрос на самом деле ну revcount понятно он действует по скажем так когда revcount 0 tracing garbage collector он запускается раз в определенное время то есть до я не помню какой версии python он запускался раз в определенное количество операций но потом они поняли что разные точнее говоря байт-код операции назовем их так но потом ребята поняли что разные операции могут занимать разное время и поэтому в общем это нехорошо когда мы не знаем точно когда в следующий раз будет вызван garbage collector и оно там может накопиться неприятно поэтому он запускается раз в какое-то определенное время насколько я помню разуме еще вопросы нет хорошо тогда продолжаем у garbage collector есть такая штука которая называется поколение и это довольно скажем так это еще один подход garbage collection который используется вместе с трейсинг garbage collector и он базируется на очень грустной теории о том что все объекты умирает молодыми то есть драма поэтому у него есть три поколения это такая себе игра в жизнь у него есть новосозданные объекты они хранятся в третьем поколении у него есть такие зрелые объекты назовем их так то есть они хранятся во втором поколении и у него есть старые объекты это такие патриархи объектов теория состоит в том что объекты постоянно создаются удаляются создаются удаляются и так как они не живут долго кстати я немножко соврал я соврал по поводу того когда вызывается garbage collection но время там тоже есть сейчас объясню суть в том что мы вызываем garbage collection когда у нас например в третьем поколении накопилось определенное количество объектов то есть насколько я помню по дефолту стоит 700 вот у нас все новосозданные объекты изначально попадают в третье поколение предположим в третьем поколении создалось 700 объектов мы вызываем garbage collection что он делает он проходится по ним всем смотрит циклические ссылки зачищает их и те объекты которые выжили переходят во второе поколение то есть это принцип выживает сильнейший только для объекта дальше для второго поколения то же самое если накопилось какое-то определенное количество объектов во втором поколении он вызывает garbage collection для второго поколения и что более важно кроме этого он вызывает garbage collection для третьего поколения то есть и если там в первом накопилось оно вызывает для второго для третьего то же самое объекты в первом поколении не удаляются никогда их там очень мало но они там живут в вечность возможно что-то непонятно никакие приклады объектив вот этих наистарших в первом поколении это модули это могут быть модули это могут быть я не знаю например какой-то синглтон который вот с запуска как запустился проект так он и живет то есть там какой-то API клиент доступ к базе и так далее то есть он живет вот на протяжении всего проекта это все собственно говоря базируется на времени вот так вот я ответил на вопрос как объекты попадают в первое поколение в первое или в третье то есть объект создается какой лайфсайкл объект создается он попадает в третье в третьем накапливается какое-то количество объектов мы вызываем garbage collection объект выжил он переходит во второе поколение то есть у него его повышают дальше во втором накопилась какая-то критическая масса в третьем повысили повысили накопилась какая-то критическая масса вызвали для этого garbage collection и его повысили в первое все там он и живет и оттуда он не удалится а переполнение первого поколения невозможный кейс насколько я помню нет то есть на самом деле честно говоря нужно это проверить вызывается ли garbage collection для первого но насколько я помню нет то есть это редкости такого никогда не было но тоже по поводу garbage collection интересный кейс недавно что-то вроде года назад инстаграм который использует пайтон насколько я помню он там вообще чуть ли не на джанго написан они отключили garbage collection полностью там в useful links есть ссылочка на эту статью и они живут себе им хорошо то есть garbage collection можно выключить и это не так критично и в некоторых ситуациях может принести плюсы но я тут они выключили потому что у них по-моему было application на джанго написано и им легче было чтобы процесс впал и не вижирал память и поднялся на ново то есть если какой-то демон в фоне который должен работать долго и без возможности падения то тут нужно аккуратно с переходом с нормой objects to elder objects спасибо большое вопрос вопрос все объекты сближаются там есть массивы ну как по сути это вот этот вот пай object базовый класс они хранятся то есть у каждого поколения есть свой массив и все массивы точнее говоря все объекты в каком-то поколении хранятся в массиве этого поколения то есть тут свой тут свой тут свой вот так важный факт который нужно сказать хотя нет я скажу об этом позже вроде бы я вставлю комментарий об этом тут еще есть вопросы нет хорошо дальше интерфейс для работы с garbage collection размещен в модуле gc то есть что тут выводится get count это собственно говоря размер каждого поколения то есть мы видим что когда только создался rebel то есть вот только-только запустилось и мы импортировали gc модуль в третьем поколении уже находится 321 объект в третьем поколении во втором поколении находится 3 объекта и в самом старшем находится 4 для того чтобы получить после какой критической массы будет вызван garbage collection мы можем вызвать метод get threshold и для третьего поколения это 700 и для второго и первого это 10 объектов что на самом деле довольно немного и предполагается и на самом деле вот такая эвристика работает что объекты постоянно появляются умирают появляются умирают появляются умирают и это работает скажем так дальше небольшая заметочка по поводу garbage collector и коллекций например garbage collector используется не для всех объектов то есть он используется только для тех объектов у которых есть pyjshed например нам нет смысла вызывать garbage collector для интов потому что ну они не могут иметь ссылки там друг на друга например у них не может возникнуть случая когда ревкаунт не сработает и кроме того например ну логично предположить что для коллекции всех будет вызываться garbage collector но кортежи могут хранить себе только иммутабельные объекты поэтому в них тоже в них не может быть ссылок каких-то в них не может возникнуть вот этого вот циклической циклической ссылки поэтому они не отслеживаются кроме того ну в общем вы можете потом более подробно прочитать но кроме этого дикты при создании тоже не отслеживаются там есть интересная штука что дикт добавляется вот массив того что отслеживает garbage collector только в том случае если в дикт добавляется какой-то мутабельный объект то есть если у нас там дикт это какой-то числовой ключ или там стринг-ключ стринг-значение то он не будет отслеживаться garbage collector тут все понятно надеюсь двигаемся дальше вот сейчас начинается самый сок то ради чего я в общем-то захотел делать этот доклад нам нужно пойти немножко глубже возможно по поводу предыдущих предыдущей тематики есть вопросы потому что сейчас начнется интересно я сейчас там сгадываю что ты там сбрыхал ну сбрыхал сейчас не точно сказал да потому что я потом объяснил то что garbage collector вызывается после превышения какого-то трэш-холда да но со временем затрат на операцию сбраться конечно garbage collector вообще очень дорогая штука поэтому есть множество оптимизации по поводу того как минимизировать количество вызова потому что нам по сути нужно заморозить полностью выполнение программы нам нужно пройтись по целому листу нам нужно в общем-то весь этот алгоритм mark and sweep он довольно-таки тяжеловесный ну в контексте интерпретатора назовем это так поэтому количество подобных операций минимизировано и кроме того поэтому есть ref count для того чтобы облегчить операцию market sweep еще вопросов окей идем глубже все хорошо мы поговорили про пай объекты мы поговорили про garbage collector вопрос в том а как именно выделяется память под эти объекты то есть когда процесс создается ему выделяется какой-то кусочек оперативной памяти как то есть как мы знаем что вот такой-то адрес памяти соответствует такому-то объекту и у пайтона есть несколько интересных техник вот эта вот картинка она взята насколько я помню из вот тут есть ссылка из какой-то презентации 2008 года она не совсем актуальна я потом объясню почему но она помогает получить общее представление то есть у нас есть псих-код какого-то там интерпретатора или модулей если у нас есть какой-то generic object management то есть для этого вызываются объекты pyobject new pyobject del и так далее то есть когда мы хотим создать какой-то объект в свою очередь pyobject new вызывает pyobject malloc то есть это memory allocation или если мы удаляем pyobject free и так далее pyobject malloc вызывает аллокатор памяти операционной системы вот этот момент на самом деле уже не совсем правдив я потом расскажу почему и дальше уже malloc работает с vm операционной системы и там она идет или в ram или в swap то есть все идет на очень низкий уровень или если у нас есть какие-то object specific allocators например int то используется другое скажем так вот вы видите тут есть pyobject malloc есть pymem malloc на самом деле это называется семейство это действительно валидный нехорошее слово валидный термин в python разработке то есть это два семейства аллокаторов с недавних пор точнее говоря если я не ошибаюсь с 2013 года вот тут p445 кто хочет может почитать есть три семейства аллокатора это pmm domain role у него есть вот такие четыре функции вообще у каждого семейства аллокаторов есть четыре функции это malloc realloc calloc и free malloc выделяет память фиксированного размера для одного объекта realloc реаллоцирует память я не буду особо касаться этой темы в скопе этого доклада но могут возникнуть проблемы когда у нас в куче возникают такие проплешины то есть например мы там последовательно выделили память она выделена потом мы из середины удалили один объект из середины удалили второй объект и так далее у нас возникает в общем непоследовательно выделенная память и это замедляет работу программы но это так для общего развития calloc выделяет память для нескольких объектов определенного типа и free очищает память кроме того есть pyman domain mem pyman malloc и есть pyman domain opt pyobject malloc может быть немного непонятно сейчас объясню подробно в общем-то тут есть код всегда люблю показывать как оно работает изнутри потому что pyman row malloc и что он правильно он скучный то есть все что он делает это такой прокси функционал для системного точнее для сишного встроенного malloc для calloc realoc free и так далее то есть все очень скучно и это просто прокси намного интереснее это следующие два поймем подождите на самом деле вот этот слайд вообще когда я готовил информацию к докладу вызвал у меня очень большой вопрос потому что я залез в исходники cpythone и увидел там вот такое то есть pyrow functions это собственно говоря список всех этих функций pymem row malloc row calloc тут все понятно pyobject functions pyobject malloc pyobject calloc логично и теперь pymem functions и он указывает абсолютно на то же самое на что указывает pyobject functions то есть по сути семейство три но в реальности их два pymem row malloc и pyobject malloc и вот в pyobject malloc это мы будем рассматривать дальше есть очень интересная оптимизация то есть собственно говоря в сердце аллокации объектов является метод pyobject alloc он находится вот в файлике в malloc вдруг кто-то потом вдохновленный захочет полезть внутрь и в нем есть оптимизация то есть суть в том что все объекты больше 512 байт используют стандартный интерфейс то есть вот этот вот редирект там есть сравнение что если размер памяти которую мы хотим выделить больше 512 оно направляется сюда и мы используем CL то есть row malloc и так далее мы используем эти старые скучные функции ну не старые с прошлого слайда если же объект меньше 512 байт то вход вступает такая штука как py malloc это вот то ради чего вообще в питоне сделана кастомная аллокация памяти и зачем оно сделано потому что в питоне постоянно создаются новые объекты то есть и чаще всего они небольшие меньше 512 байт даже дик когда он только создается он меньше 512 байт поэтому это ускоряет выделение памяти и дальше я объясню почему то есть для всех которые больше 512 понятно скучно меньше 512 тут есть долгая стена текста из документации но лучше я покажу картинки потому что все любят картинки в чем суть для начала есть вопросы они должны быть я пока что верну на этот слайд или все настолько непонятно что их нет это у меня есть вопрос про эти блоки 512 байт то есть я так разумею это сделано ради фрагментации памяти То есть, если робота мало, то этот блок просто никуда не денется, и в него можно будет записать только такой самый блок. Наверное, если вызвать фри. Да, но не совсем. Суть в том, что оно не выделяется блоками по 512. Просто, если мы хотим выделить 512 байт и больше, то работает стандартный мало. А если меньше, то вступает в файмак. И он не выделяется фиксированными блоками. Вот если мы по 512 и больше. Окей, идем дальше. Может какие-то еще вопросы? Нет? Хорошо. Так, я вижу, у нас уже время подходит к концу, но я постараюсь побыстрее. В чем суть? Для всех объектов меньше 512 байт у нас есть арена. То есть, такой маленький коллизей. Что такое арена? Это кусок памяти в 64 килобайта. В каждой арене, или тут написано 256. Это взято из презентации Ларри Гейстингса, не знаю, Ларри Хейстингса. Вот так вот. 2012 года с того момента что-то могло измениться. Насколько я помню, она весит 64 килобайта. В этом арена объекте, то есть, в 64 килобайта, он, в свою очередь, разбит на такие маленькие блоки по 4 килобайта, которые называются пулы. Каждый пул, в свою очередь, разделен на маленькие частички, которые называются блоки. То есть, для того, чтобы вообще иерархия. Арена, пул, блок. Наверное, вернемся немножко сюда. Зачем это сделано? Когда мы создаем арену, то есть, по сути, мы выделяем вот один фиксированный кусок памяти, с которым мы потом внутри уже работаем. Выделяем 64 килобайта. Дальше. Все объекты, которые меньше 512 байт, разделены на группы. Эти группы вот в этой табличке. То есть, это, например, меньше 8, от 8 до 16, от 16 до 24, и от 505 до 512. То есть, с шагом 8 они разделены на такие группы. Для каждого из них у нас есть, соответственно, размер выделяемого блока. 8 байт, 16 байт, 24 и так далее. Все объекты, которые, например, имеют размер от 8 до 16... Есть пул, и у пула... То есть, пул создается только для определенного вот этого вот промежутка. Есть пул для всех объектов от 1 до 8. Несколько пул. То есть, у пула есть характеристика, для какого типа объектов он задан. А блок, то есть, там может быть 8, 16, 4 и так далее. Пул всегда имеет размер 4 килобайта. И, например, то есть, вот это у нас пул для всех объектов от 0 до 8. Это от 8 до 16 и так далее. Внутри эти пулы разделены на максимальное количество блоков своего размера. То есть, например, если у нас пул от 8 до 16 байт, то размер блока 16 байт. И мы вот этот вот 4-килобайтный пул разделяем на максимальное количество блоков по 16 байт. Да, наверное, сейчас будет немножко понятнее. Как вообще происходит аллокация? Предположим, у нас есть какой-то main, в котором мы вызываем, не знаю, создание 2000 int. Или не int, но каких-то объектов, размер которых меньше 512 int. И не совсем правильно. Он вызывает функцию allocate objects. Тот своего очередь вызывает py object malloc. А дальше начинаются интересности. Запомнили, у нас... То есть, он вызывается 2000 раз, py object malloc. Py object malloc, в свою очередь, вызывает создание арены новой всего 4 раза. То есть, вот эти вот куски по 64 килобайта мы выделили всего 4 раза. И мы их выделили одним таким укусом. То есть, по сути, к операционной системе мы обращались только 4 раза. Все, теперь они в нашей власти. Это делается потому, что любой системный вызов для аллокации памяти тоже довольно дорогая операция с точки зрения интерпретатора. Поэтому стараемся ее минимизировать. У нас есть 4 вот таких вот арены. В каждой арене есть набор пулов. То есть, мы создаем новый пул в рамках одной арены 239 раз. В пул... То есть, в каждом пуле есть блок. Блок мы создаем 2000 раз. То есть, каждый объект — это один блок. Ну, и кроме того, то есть, вот даже блок init. И мы добавляем в пул блок ровно 2000 раз. Дальше. Ну, дальше у нас код, который описывает вообще, как устроена арена, как устроен пул и так далее. Но наверняка должны быть вопросы по этому слайду. И вообще по всем предыдущим. Нет вопросов? Ладно, значит, все настолько запутанно. Снова, объясню вообще причину, зачем это делается. Это делается для того, чтобы, во-первых, облегчить менеджмент памяти. То есть, Python делает это все внутри себя. Мы не особо опираемся на ОС, скажем так. И можем все подстроить под особенности Python, то есть, под то, что у нас постоянно создается много маленьких объектов. И поэтому у нас всего четыре вызова к памяти. И это быстрее, чем ОС. Тут есть код. Возможно, потом кто-то захочет посмотреть вообще, там, мою презентацию. И чтобы вы не рыскали по CPI исходникам, все тут есть. То есть, забыл указать, все арены связаны между собой. То есть, как бы, это такой двусвязный список. Поэтому, когда мы выделяем следующую арену, мы-то можем пройтись по аренам. В февре, когда мы смотрим свободное место. Мы проходимся по всем аренам. Смотрим, там, есть ли у нее свободное место. И для того, чтобы итерироваться по аренам, они связаны между собой. Как вообще происходит... Так, это не совсем то. Еще немножко объясню подробнее. Как происходит... Например, мы хотим выделить 16 байт. Какой у нас вообще алгоритм действий? Мы идем в память. Проходимся по аренам. И смотрим, типа, окей, у нас вообще есть место. Если место есть, мы смотрим пулы. То есть, мы смотрим все 16-байтные пулы. Вот так. Если в них есть свободное место, то мы засовываем новосозданный объект в один из таких пулов. Все, он там есть. Если у нас нет пула, мы его создаем в какой-то арене. То есть, в арене не обязательно вот все пулы распределены именно последовательно. Есть пул на 8, есть пул на 16, на 24 и так далее. У нас может быть вся арена с пулами по 16 байт. Мы создаем новый пул. Если мы не можем создать новый пул... Ну, не знаю... Вначале я говорил, что мы проверяем память в арене. Может не быть. Если мы не можем создать новый пул, то мы создаем арену. В арене мы создаем пул, а в пуле мы создаем блок. То есть, общая логика примерно такая. Ну, что же. Надеюсь, я вас максимально запутал. И теперь вы немного более подробно понимаете, как Python работает внутри. Или хотя бы заинтересовались этим. И будете смотреть сами. Вот набор полезных ссылок. Тут есть несколько докладов, из которых я брал информацию. Например, Stepping с Руси Пайтон. Очень хороший доклад. Но знайте, что он не совсем актуальный. Потому что он 2012 года. Спасибо большое. А можно в одно питание? Конечно, конечно. У нас вроде бы сейчас... В Q&A. Ну, короче. В Q&A. Ты рассказал, как маленькие объекты зберегаются в арене, в пулах и так далее. Но я себе просто робив кейс. В Python можно сделать инт буквально любой. Без всяких обмежений сишки, будь чего. То есть можно сделать инт размером, например, на 50 МБ. Как он тут зберегается в этих аренах, в пулах и так далее. Сейчас. Секунду. Важный момент. Только 512. Так. Сейчас. Вернусь немножко на презентацию. Вот тут вступает на самом деле в ход вот эта вот схема. И хоть она старая, но, по-моему, актуальная. Как мы видим, object-specific аллокаторы могут обходить этот момент. То есть они могут напрямую вызывать поймом alloc, который вызывает там именно malloc. Сишни. Это именно для generic объектов. То есть там, не знаю, классы какие-то и так далее, которые объединены сами. Какие-то базовые типы Python не обязательно используют это поведение. Вот так. То есть у int, у него много оптимизаций и так далее, как он хранится. Поэтому, насколько я помню, он использует malloc напрямую. Без вот этого вот всего с аренами, пулами, блоками и так далее. Окей, дякую. Теперь хочешь? Он не считается. Это всё enslaved. Это это� verde. Продолжение следует...